По данным Центра агроаналитика, Чувашия вышла на третье место среди регионов России по поставкам молочной продукции на экспорт. Специалисты ведут еженедельный мониторинг. Основной объем приходится на Чебоксарский городской молочный завод. Сегодня там заработала новая линия. С конвейера будут сходить ультрапастеризованные молочные продукты. Большой срок годности позволяет вывозить молоко, кефир, ряженку, сметану и другие продукты за границу. Новое оборудование может переработать до 100 тонн в сутки. Первую партию решили отправить в Федеральный Центр травматологии, где сейчас проходит лечение пациента с диагнозом COVID-19. Производство работает на местном сырье. Это гарантия качества, считают специалисты отрасли. И здесь важна выверенная ценовая политика. Ведь в так называемый период большого молока сырье закупается по низким ценам. Продавать его предприятиям переработки личным подсобным хозяйством становится невыгодно. Сельчане ждут поддержки от государства. До понедельника-вторника мы необходимую работу произведем. То есть необходимая работа состоит из нескольких составляющих. Первое – это выработка механизма и правил определения форм и методов поддержки. Второе – это определение источника финансирования этих затрат. Ну и третье – механизм или логистика доведения до получателей этой формы поддержки. Александр Соловьев, Юрий Марков, Республика.